Примерно через час к борт МКС должен пристыковаться корабль «Союз». Он стартовал накануне ночью и увез на орбиту международный экипаж двух россиян и американского астронавта. В треме союзам продукты питания, инструменты и огонь зимних игр в Сочи. Космических путешественников и олимпийский факел проводил Андрей Григорьев. У экипажа «Союза ТМА-10М» важная миссия. Люди, которые сегодня прилетели на Международную космическую станцию, должны будут вынести в открытый космос факел Сочинской Олимпиады. Олимпийский символ впервые в мире побывает в безвоздушном пространстве. Вы сами понимаете, что факел космосигарейки, в принципе, огонь не будет, и имитировать его смысла нет, и задача в этом не стоит, это не эстафета огня. Это было бы, наверное, странно, если кто-то космонавт, но факел заходил в ракету. На самом деле, это просто, кстати, это факт самого факела, именно того факела, от которого будет главный огонь Олимпийских игр в Сочи 2014 года. 9 ноября планируют факел вынести в космос, и это весь мир увидит в прямой трансляции, а через пару дней с предыдущим экипажем вернуть на Землю. Именно от него, по идее, должна стартовать Олимпийская эстафета. Сами игры даже в космосе можно будет увидеть. Все просмотреть, времени не хватит, и полиция всех служит в проекте. Естественно, будем получать обобщенные данные по подосеревнованию, будем полить, естественно, за свои национальные сборные. Запланирована, конечно, еще масса экспериментов, но особое внимание обещают уделять введению блогов из космоса. Это лучший способ популяризировать профессию. Мой сын, Миша, занимается сейчас работой над сайтом, и, соответственно, через мой сайт или через сайт новости космонавтики можно будет тоже задать вопросы, которые тоже будут присылаться, и для этого создать возможности, на них можно подробнее отвечать и текстом цифровать. Экипаж через 6 часов уже стыкуется с МКС, так теперь все союзы летают. Какое-то время на орбите будут жить одновременно сразу 9 человек, тоже, между прочим. В истории космонавтики большая редкость. Сам Олимпийский факел доставят на Международную космическую станцию с следующим рейсом в начале ноября, но при нынешнем развитии космонавтики, быстрых стартах и коротких стыковках это все равно, что следующего автобуса подождать. Андрей Григорьев, Павел Платонов и Владимир Щедрин, телекомпания НТВ, Байконур.